Недавно меня накрыло сознание того факта, что жизни потом не будет. Никакие дела, которые я откладываю на следующую неделю, на следующий месяц, они не начнут сами по себе исполняться, выполняться. И нет никакой волшебной пилюли, чтобы так оно происходило. Есть только я, моя жизнь, мои действия и моя ответственность за эти действия. Вы могли видеть в каком-то из промоушенов Дюна, скорее всего, первой интервью Тим Тишалме и Зиндея, где Тим Тишалме цитирует одну из поэм, я уже не помню кого, и там есть такие строчки, что Весь жизнь идет от меня, как бы от вас, а не на вас. Жизнь — это не что-то сугубо внешнее. Безусловно, мы зависим от определенных внешних обстоятельств, но степень и то, как мы ведем себя в этой ситуации, зависит только от нас. И недавно я поняла, что это правда моя жизнь, и я могу делать с ней многое из того, что я хочу. Нас иногда страшно, потому что нельзя предугадать все события, которые будут происходить, но некоторые относительно маленькие, не очень маленькие вещи, которыми мы можем управлять, в которых я хочу самореализоваться. Я понимаю, что я хочу начать это делать, и я понимаю, что первые итоги, первые, не знаю, 10, 20, 30, 50, 100 попыток могут быть абсолютно неудачными. И даже если я буду расстраиваться, мне будет не нравиться, мне будет стыдно за то, что я пытаюсь, за то, что я стараюсь слишком сильно, за то, что я как-то показываю себя, потому что у нас культура-то не очень принято, надо быть скромной, особенно для девочки, надо не высовываться. Но я просто понимаю, что это не приведет к той жизни, кто я хочу, и никого не приведет, если вы хотите чего-то добиться. И безусловно, для кого-то покажутся эти истины какими-то базовыми, эти открытия, даже не истины, это слишком громкое слово для них. Но когда это осознание какого-то прошибает до самого мозга, и что-то поменялось в моём видении мира, так я проработала два года в музее, и я поняла, что я больше не хочу. Меня безумно угнетает работа 5 на 2. Я буду искать какие-то другие проекты. Есть с учёбой в магистратуре, где у меня есть разные возможности попробовать всякие прикольные штуки в сфере культуры, чем я, безусловно, хочу воспользоваться. У меня есть знакомые прекрасные. Может быть, я буду помогать в их каких-то проектах, что тоже очень классно. И, безусловно, я хочу больше времени уделять своим желаниям. И даже если мне в будущем будет за что-то, не знаю, неприятно, опять-таки стыдно, я хочу, чтобы это видео было напоминанием мне самой в будущем, не знаю, в прошлом, если это возможно, что это нормально, все мы учимся, все мы живём эту жизнь относительно в первый раз, в зависимости от того, что вы верите. Слава богу, мы живём её один раз, по крайней мере, в том варианте, в котором мы её проживаем. И я просто понимаю, что я устала ждать наступления этого потом, этого лучшего момента, этого идеального момента, момент, когда я куплю какую-нибудь ещё камеру, но на которую я не буду, на которую я буду копить. Мы все находимся в разных условиях, у нас есть разные возможности. И абсолютно никому не нужна последняя версия айфона, чтобы начать снимать классное видео. Вам не нужна отдельная квартира с миллионами принадлежностей, не нужны миллионы изнационных карандашей, фломастеров, маркеров, чтобы начать рисовать, чтобы начать экспресс вашу креативность, чтобы выражать вашу креативность. Хочу опять-таки сделать это видео своего рода манифестом, что, блин, ну надо попробовать, потому что если я что-то не попробую, то я не узнаю, нравится мне это, получается у меня это. Может быть, мне понравится то, чего вообще ещё не придумали, оно появится через 10-15 лет. И я, честно говоря, заклепалась бояться. Очень маленькое количество людей получается с первого раза. И мы все с этим живём. Мы все обычные люди. У нас есть свои факапы, свои идеи, своё видение. Оно может не совпадать с мнением многих, большинства. Но это неважно, если оно не противоречит базовым моральным ценностям и не нарушает пространство других людей. И если оно делает вас счастливым. Поэтому вперёд! You can do it! Я надеюсь, что это будет увлекательное впечатление. И мне... Я не проснусь в 40 лет со сознанием, или в 50, или в 60 лет со сознанием, что я прожила эту жизнь как-то не так, что я её ненавижу, и что она была потрачена впустую. Но если я не попробую, то чего я хочу, я это так и не узнаю. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok